Доброго вам времени суток. В эфире программа размышления «Детский, не детский вопрос». Программа, в которой мы пытаемся найти ответы на те вопросы, которые дети задают своим родителям и на которые, увы, не получают ответов. Сегодня ответы на простые детские и недетские вопросы будет искать программист, поэт и бард Светлана Менделева. Светлана, доброго времени суток. Доброго времени суток, Дима. Ну что, поедем? Поехали. Не будем так сказать. У нас есть такая некоторая традиция сначала задавать такие вопросы, близкие к специальности. Вот я вас представил как программиста, поэта и барда. Уберем первую часть, то есть программиста и, соответственно, к двум другим составляющим вопрос. 9 лет мальчик. Что мы любим? Сначала слова или сразу всю песню? Ну, смотря что мы слышим. Я думаю, что ответ неоднозначен, как большинство ответов. Я люблю сразу всю песню. Для меня очень много значит мелодия, хотя я чаще пишу слова, стихи для песен. Но это очень зависит от песни. Бывают песни, в которые слышны только слова, бывают песни, в которые слышна только музыка. Я отлично понимаю, что текст, положенный на эту музыку, это текст и не более. К стихам не имеет никакого отношения. То есть бывает и так, и так. Мальчик. Ну, вот вы пишете тексты, назовем это слово текстово, слово поэт. Не люблю это слово. Ну, хорошо, пишите стихи. Причем я читал вашу книгу, она... То есть, когда слушаешь песни, положенные на... Стихи, положенные, так сказать, на музыку, которые называются песнями, глубина текста очень часто пропадает. Вам не жалко? Конечно, жалко. Конечно, жалко. Во-первых, по поводу текстов. Я очень стараюсь не писать текстов. У меня есть несколько. Увы, я это знаю, и я вполне отдаю себе отчет. Иногда это сделано как бы... Это дань прекрасной музыки какой-то, найденной мелодии, кстати, иногда чужой. Жалко, конечно. Но я думаю, что это просто два разных произведения. Ой, ужасное слово. Стараюсь его больше не употреблять. Тексты не употребляем, произведения тоже не употребляем. Да, да, тоже. Я думаю, что песня — это одно, это что-то одно, и оно должно быть цельным. Если вы можете разделить ее на мелодию и стихи, это уже не песня. А Куджава как-то сказал, что песня должна начинаться с междометия. Что-нибудь такое «эх», «ух», «ах», «о» и так далее. Но Куджава так не начинал. Довольно часто. Да? Довольно часто. Я думаю, что все это пошло исторически, от каких-нибудь частушек, от фольклорных традиций. Я думаю, что песня — это что-то целое. То, что в ней уходит частично глубина стихов, наверное, неизбежно. Это неизбежная жертва хорошей мелодии. Если она плохая, ничего не уходит. Или песни не слышатся, песни нет. Короче, мы слышим целиком. Да. Три года, мальчик, нужно ли верить в сказки? В три года, конечно. А позже? А позже? Я предполагаю, что нет. Это может плохо сказаться на последующей реальной жизни. Надо в какой-то момент, ну не знаю, как-то отсинхронизировать себя с реальностью. Я так думаю. Мое мнение. То есть мальчик верь, а взрослый дядя и тетя не верь. Да. Я бы сказала так. Девять лет девочка. Что такое совесть? Ох уж эта девочка девяти лет. Вопрос серьезнейший. Он был задан в этой студии много раз. Я очень часто смотрю эти передачи. И на самом деле часто он задается, часто на него отвечают разные люди. Есть нечто общее, что присутствует почти во всех ответах на этот вопрос. Одни говорят, что это вот то, что Бог нашептал человеку, и человек размеряет свою жизнь, свое поведение с тем, что ему вот сверху как-то нашептано. Другое мнение было, что это совесть, это совместная весть с Богом. Собственно, в этом ответе почти везде фигурирует вот такое божественное слово. Ну, я думаю, что ультимативно это стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо», подписанное Богом, а не Владимиром Маяковским. Я, к сожалению, человек неверующий, поэтому, наверное, не могу обсуждать эту тему в деталях и достаточно серьезно. Совсем неверующий. Ну, в традиционном смысле. Не религиозно. Не религиозный. Наверное, немножко верующий, но мне трудно определить эту веру, однозначно. Но, послушав... Это еще не конец. Да-да-да. Послушав все эти ответы, я начала разворачивать для себя эту тему. Я, на самом деле, всерьез задумалась и поняла, что если это слово сказанное, нашептанное, как-то определенное Богом, каким бы то ни было, то совесть христианина должна ему нашептать совсем другое, чем совесть мусульманина, например. Вернулась... Вопрос спорный, потому что все это вышло из иудаизма, так сказать. И все-таки. И пришла к ужасно любопытному заключению. Я не утверждаю, что я права, но мне показался очень интересный вывод. Мне кажется, что у совести есть письменный аналог. Ну, Дима, продолжите мою мысль. У совести нет. Я здесь задаю детские вопросы. Я даже не берусь. Заповеди. Я думаю, что заповеди – это письменное изложение совести в каждой религии. Я думаю, что то, что получил Моисей на скрижалях на горе Синай – это письменное изложение иудейской совести. И именно поэтому, я думаю, что, соответственно, заповеди в Библии – это письменное изложение христианской совести. Я думаю, что действительно у нее есть некое, ну, я не скажу религиозное начало, но есть нечто, выросшее из этики, которая возвращена религией. Вы же говорите, что человек нерелигиозный. Так что, вы без совести живете? Еще как с совестью. Я выросла в среде, пропитанной насквозь христианством. А здесь живу в среде, пропитанной насквозь иудаизмом. И поэтому моя совесть – это некий такой странный микс из этих двух списков заповедей, которые есть в Библии и Торе. Я могу их не знать. Я могу не знать первоисточник. Но между тем, я точно знаю, это, мне кажется, в нас как бы вживлено нашими родителями, нашей средой обитания. И, извиняюсь за животные такие термины, зоологические, точнее, зоологические термины. Хорошо, нормальный термин. Среда обитания – очень хороший термин, кстати. У меня он не зоологический, он такой человеческий даже. Короче, мне кажется, что совесть – это устное переложение заповедей каждой религии. А Бога нет? Ничего себе. А это мальчик скольких лет спросил? Девять лет, мальчик. Что такое Бог? Мальчик спросил? Есть еще там, по-моему, четырехлетний мальчик, у него такой был с грузинским акцентом. Он говорил, какой такой Бог? Что такое Бог? У меня, к сожалению, нет полного понимания ответа на этот вопрос. Поэтому я могу сказать свою достаточно… Разумеется, свою. Не только субъективную точку зрения, но и ничем не подкрепленную. Вот, наверное, это тот, кто нашептал вот эти заповеди, тот, кто мог построить мою совесть, вашу совесть, тот, кто, не знаю, какой-то свет свыше, это может быть космос, это может быть старик на облаке, это может быть что угодно, вплоть до хорошей музыки. Это что-то, что позволяет нам жить по-человечески. А почему вы не верите? Я не умею. Я бы очень хотела. Девять лет, мальчик. Что такое талант и зачем он дается людям? Что такое талант? Я думаю, что сверху идут потоки. Потоки вот какого-то знания, какой-то красоты. Есть люди, которые как локаторы настроены на эти потоки и умеют их ловить и формализовывать. Или формализовать. У вас есть талант? Ничего себе. Это не вопрос, а это утверждение. Насколько я знаком с вашим творчеством. Я не в состоянии решить, есть ли у меня талант или есть ли он у кого-то другого. Я просто не берусь отвечать на такой вопрос. Но я думаю, что люди, которые обостренно чувствуют эти волны и умеют их поймать и как-то изложить в красках, нотах, словах, в чем-то. В хорошем борще. У них есть талант. Мое мнение. Хорошо. Зайдем к вопросу с другой стороны. Может, не надо? Немножко так покороше. Нет, посузим тему. 13 лет, мальчик. Что такое творчество? Окей. Я бы сказала, что этот вопрос устарел. Почему? Нет творчества. Или потерял актуальность. Конечно, есть. Слово отвратительное, как и произведение. Я думаю, что... Произведение, текст, слово, да. Хорошо было. На этот вопрос, насколько я слышала, было два стандартных ответа. Один, что творчество это все, что человек... Это новый мир, который человек создает. И это может выглядеть как стихотворение, картина, музыка, все что угодно, включая сшить игрушку, какую-то интересную, необычную, или приготовить вкусный обед, или как-то так принять гостей у себя дома, что все уйдут счастливые. Вот, не знаю, сотворить кусочек счастья. Собственно, однокоренные слова. Сотворить. И творчество. Я думаю, что творчество это созидание чего-то нового, чего еще не было до сих пор. Это первый ответ. Второй ответ тоже достаточно стандартный, что творчество это только то, чем занимаются так называемые творческие люди. Вы творческий человек. Люди творческих профессий. Вы творческий человек. Но между тем я поддерживаю первую точку зрения. Я очень люблю готовить. И считаю, что в этом вопросе талант... Нет, это ни одно другое не исключает. Но они как бы не очень работают вместе, эти два ответа. Но мне кажется, что не может быть третьего ответа. Скажем, я не слышала ни разу. Были варианты, которые я пропустила? Нет. 12 лет, девочка. Любишь ли ты себя? Ох уж. Этот ужасный вопрос. Почему он ужасен? Я, наверное, себя не люблю. Скажем так, недолюбливаю. Мне очень жаль. Мне кажется, люди, в целом люди, которые к себе относятся с большей нежностью, пониманием и уважением... Ну, пожалуй, уважение здесь лишнее. Это никак не связано с любовью. Ну, связано совсем чуть-чуть. Они живут с меньшим количеством комплексов и в общем счастливее. Наверное, я себя недолюбливаю. Увы. 10 лет мальчик. Так, Бог создал женщину, чтобы мужчине было весело или наоборот? Очень блюдный вопрос. Разные были на него, надо признать ответы. Иногда, в общем-то, удивляющие меня. Я думаю, что в каком-то странном смысле женщина является катализатором чего бы то ни было, что производит мужчина от детей до войн. Как это не страшно звучит. Я думаю, что очень во многих случаях наличие женщины являлось основополагающей причиной создания гениальных произведений, развязывания ужасных войн и, собственно, рождения прекрасных детей. Так весело или наоборот? Не весело или и не наоборот. Это некая необходимая причина для того, чтобы мужчина вел себя так, как он себя ведет. То есть наше нехорошее мужское поведение это... И хорошее тоже. И хорошее тоже. Причина всему женщин. Хорошо, ладно. 4 года, мальчик. Кто такой дурак? Опа. А чего? Дурак. 4 года. Не, не надо мальчику 4 года ответить. Как бы вы определили для себя, кто такой дурак? Ну, смыслов два. Один штатный, штамповка. Не, штамповку не надо. Штамповку не надо. А второй, это человек, который делает или думает не так, как вы. Который поступает неожиданно. Человек, который сумел удивить, по большому счету. Можно сказать, что он дурак. Хотя с тем же успехом можно сказать, что он гений. Может, конечно, он глупец. Можно сказать, как угодно. Можно обозначить. То есть дурак, в вашем понимании, это положительное слово? А почему вы думаете, что человек, удивленный чем-то, испытывает положительные эмоции? Я не уверена. Когда как? Это и не положительно, и не отрицательно. Это зависит от контекста и конкретной, наверное, ситуации. Я думаю, что бывает положительное, бывает отрицательное. Бывает дурак в смысле глупец, это и штамповка в моем понимании. Бывает дурак, это чудак, гений, человек, который ведет себя не так, как вы ожидаете, или не так, как принято в этих обстоятельствах. Легко бросить ему вслед дурак. Гораздо труднее попытаться понять. Шесть лет, девочка. Какого цвета твой клоун? Люблю этот вопрос. Недавно он появился, но я стараюсь задавать в каждой передаче, мне он очень нравится. У меня нету клоуна. Если у меня есть клоун, то это, наверное, Пьеро. Я не знаю, насколько он может быть клоуном. Пьеро это... Тогда черно-белый. Вы любите черно-белые цвета? Нет. Нет, но это, пожалуй, из семейства клоунов. Это самый любимый мною персонаж и самый близкий мне по, не знаю, по характеру. Я очень грустный человек. Хорошо. По поводу грустного у меня есть такой замечательный вопрос. Четыре года, мальчик. Я когда писаюсь, смеюсь. А когда тебе весело? Мне кажется, у мальчиков специфический взгляд на этот вопрос. Когда мне весело? Это очень зависит от ситуации жизненной. Вообще-то мне весело, когда я слышу хорошую музыку. Наверное, это то, что меня сейчас, ну, как-то в большей степени делает счастливой. В наибольшей степени. Для меня это сейчас некое условие. Ну, не условие, но скорее. И нечто, что дает мне радость. Вот такую чистую, абсолютно переливающуюся радость. Наверное, когда я слушаю хорошую музыку. Смеешься. Да. Смех это какой-то признак счастья. Я только вопросы задаю. 17 лет, девочка, вопрос еще ни разу не звучал. Я не понимаю в Танахе, имеется в виду в Библии, я не понимаю в Танахе давать и получать. Что значит уметь давать и уметь получать? Почему это надо уметь? Я думаю, что на этом дуэте, на этом рефрине, в принципе, построена вся наша жизнь. Поэтому это надо уметь. Почему? Почему? Потому что мы все связаны. Потому что мы все один, единый, ну, я не знаю, живой какой-то слой, оболочка над землей. И мы связаны, мы все зависимы друг от друга, мы все влияем друг на друга. То, что с нами происходит, не случайно. Знаменитый эффект бабочки и многое уже написано и сказано на эту тему, я не буду повторяться. Я думаю, что давать и получать – это, наверное, чуть ли не главные ниточки, которые связывают всех людей, как минимум, на этой планете. Я не буду бросать удочку дальше, куда-нибудь в галактику, я не знаю, что там происходит. Но думаю, что на этих двух глаголах построена вся, ну, немножко пафосно звучит, слишком пафосно, вся жизнь на Земле. То есть вы считаете, что, вы поддерживаете эту теорию о том, что человечество – это единый организм? Да. Я о ней не знала. И при этом продолжаете утверждать, что вы неверующий человек, да? Поехали дальше. Десять лет мальчик. Что такого интересного в «Черном квадрате» Малевича? Ну, вы москвич, на Крымском валу, москвичка, на Крымском валу, недавно был в Москве, имел честь наблюдать произведения. Я думаю, что это некий предел, некий финал многолетних, наверное, размышлений художника. Я лично не вижу ничего в этой картине. Но могу представить себе, я думаю, что этим занимаются все зрители потенциально, потенциально занимаются. Могу себе представить легко путь, который привел Малевича к этому квадрату. И я думаю, что вот именно эта возможность домыслить путь, который привел художника к этой картине, она и составляет ее ценность. Думаю так. Мальчик, семь лет. Почему, когда любишь, все нравится? Даже яичница. Интересно, мальчик любит яичницу или маму, которая ее готовит? Ну вот, у нас правила, у нас вопросы, они все не придуманы, здесь нет ни одного придуманного вопроса. Вот как дети задают, вот я вот сохраняю, так сказать, синтаксис, интонацию пытаюсь даже сохранить. Интонация семилетнего мальчика, думаю, вам не очень удалась. Ну, я, да, но с голосом тяжеловато, конечно, не получится. Я думаю, все очень просто. Любовь подразумевает некое обещание себе не присматриваться. Воспринимать все через такие розовые очки. Любой предмет любого человека. Любовь-то хорошо. Очень. Может быть, самое лучшее. Я так думаю. Ну, не хотел задавать этот вопрос, задам. 34 года, мальчик, что такое любовь? А я рискую, собственно, повторить свое же предложение, сказанное минуту назад, с небольшими добавками. Это абсолютно некорректный вопрос. Я математика по образованию. Это весьма некорректно поставленный вопрос. 34 года, мальчик спросил, что я могу сделать. Видимо, у него нет математического образования. Нет, видимо, он, наверное, не любил никого до 34 лет. Ну, я рада, что этот вопрос возник у него. Я думаю, что на этот вопрос есть тысячи ответов. Не тысяча, а тысячи. Для Светланы Мендалевой. Секундочку. Секундочку. И каждый... Это очень такой еврейский жест. А, минуточку. И каждый из этих ответов, собственно, имеет право на существование и для меня тоже. Потому что эти ответы зависят... Ответ на этот вопрос зависит от обстоятельств, периода жизни человека, естественно, ситуации и даже настроения. Возможно, даже от времени суток. Я думаю, что вы можете с успехом сказать, Дима, что, например, вы любите красное вино хорошее. Я, например, очень его люблю. Ну, тут, наверное, все-таки имелось в виду что-то другое, не красное вино. Я тоже люблю красное вино, да. Ну, в стандартном, скажем так, в общепринятом понимании этого вопроса... Да. ...ответ будет некий такой странный микс, некая такая гремучая смесь из дружбы, физического притяжения и обещания себе не приглядываться. Двенадцать лет девочка, мама, а ты боишься смерти? Даже не знаю, что ответить. Иногда боюсь, чаще нет. Как правило, нет. Хотя это неизвестность. Любой неизвестности всегда, любой человек, что бы он ни говорил и как бы он ни рисовался на эту тему, человек боится любой неизвестности. Так что, наверное, все-таки немножечко боюсь. Двенадцать лет, мальчик, что такое пошлость? Опа! Что такое пошлость? Двенадцать лет человек уже должен, наверное, многое понимать. Я боюсь, что я не смогу этого объяснить достойно. Но вам не двенадцать лет, чуть-чуть побольше, не намного. Но объяснять труднее, чем спрашивать, хотя не всегда. Для вас. Не надо объяснить мальчику двенадцати лет. Объяснить Светлане Мендаревой, программисту, поэту и барду. Ох, какой вопрос. Наверное, какое-то снижение планки. В каждом из нас есть некое чутье интуитивное, которое говорит, что вот это действительно прекрасно, что вот это действительно красиво или хорошо. Если человек как-то прихлопывает это к полу... Нет, это не точный ответ. Я боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос. Один из традиционных последних вопросов нашей передачи сегодня будет он. Восьмилетний мальчик спросил, зачем мы живем и почему умираем. Знаменитый вопрос. Да. Я думаю, что, во-первых, он очень правильно задан. Живем мы действительно зачем, а умираем действительно почему. Там, собственно говоря, два вопроса. Я думаю, что каждый человек, ну, наверное, несет в себе какое-то предназначение для чего-то он был приведен на эту землю. Вы можете опять мне поставить на вид, что я себя не признаю верующим человеком. Я промолчал, заметьте. Красноречиво, правда, промолчал. Довольно-таки. Я думаю, что у каждого человека есть какое-то предназначение. Я слышала замечательную фразу, я ее процитирую. Не задавайся вопросом, выполнил ли ты свое предназначение на земле? Если ты еще дышишь, ответ будет нет. Я думаю, что люди приходят сюда, вот на эту землю, чтобы сделать какую-то работу, на самом деле. Это предназначение, это работа, которую они должны сделать, которую они должны выполнить. А умирают почему? По двум причинам все-таки. Одна, это что человек выполнил свою работу. А вторая, возможно, я все-таки это допускаю, какое-то стечение обстоятельств. Я не могу, все-таки я не могу поверить, что мировые катастрофы, что печи концлагерей или цунами уносили жизни людей, которые все как один выполнили свое предназначение. Я думаю, что есть еще какая-то погрешность в этой формуле божественной. А Бога нет. Я такого не говорила. Ну, хорошо, да, такого не говорили. И эта погрешность, как бы, приводит к смерти людей, не всегда тех, кто выполнил свою работу. Наверное, вот так. Спасибо. Спасибо и вам, уважаемые интернет-смотрители, интернет-зрители, за то, что вы были с нами. И сегодня ответы на простые детские и недетские вопросы искала программист, поэт и бард Светлана Менделева. Доброго вам времени суток. Всего доброго. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»